всем привет вот он наш долгожданный ряд на х с каждым рядом количество изучаемых нами букв растет и соответственно растет количество слов которые мы можем прочесть на японском языке ряд на х у нас заключает в себе одну букву которая у нас будет начинаться совершенно не на х на фу помним да из первого нашего ролика ряд на х читается следующим образом х хи фу х хо давайте познакомься поближе с этими буквами я уже не напоминаю вам правила написания букв я думаю что все хорошо их выучили но кто не помнит может поставить кадр на паузу еще раз вспомнить итак первая буква ряда на х тоже состоит из двух элементов с левого и справа первый элемент там уже хорошенько знаком сразу по нескольким буквам да и второй как мне кажется не представляет особой сложности в написании помним сначала горизонтальная затем вертикальная вот этот элемент у нас уже в нескольких буквах встречался самое главное что не завернуть вот вверх хвостик оставить его внизу буква должна смотреться по размеру не больше не меньше всех остальных буква хорошая хорошо запоминается тренируемся и переходим к следующей букве итак следующий знак это знак хи ну некоторые говорят что он немножко похож там на в да английская там на обозначение скорости там математики физики ну любая кто-то говорит на подковку любая ассоциация как говорится нам поможет если она помогает запоминанию буквы буква пишется в одну руку мы начинаем как бы чуть-чуть снизу потом пишем вот эту вот скругленную часть и уходим опять вниз буква сложная и легкая одновременно попытайтесь постарайтесь я думаю что она у вас получится но возможно не сразу тренируемся как только мы освоили буквы мы закрепляем наши знания на записи следующих слов ха-ха мама хана цветок хи и хикуй хикуй у нас означает низкий а слово хи имеет сразу два значения день и солнце ну что собственно говоря два слова имеющие непосредственную связь между собой потому что дневное время дня у нас тогда когда мы видим на небе солнце проверяем если вы не успели пока написать ставим на паузу пишем столько времени сколько нам потребуется а затем проверяем ха-ха хана хи хикуй и теперь мы переходим к знаку наиболее проблематичному в базбуке хирагана по мнению многих многих студентов и изучающих данный язык итак буква фу красивая и сложная одновременно помимо того что она читается не те не так как ее соседке она и пишется тоже по-особому значит как мы будем ее писать мы сначала поставим это практически точка то то есть сильно тянуть не надо длинные какие-то линии здесь совершенно не нужны мы ставили точку как будто у нас капелька вот одна капелька упала потом капелька вторая и изначально вот эта буква писалась без отрыва руки вот еще раз посмотреть как идет стрелочка раз если нужно оторвали два и потом мы такой некий знак бесконечности ведем попробуйте когда у вас получится написать правильно букву без отрыва руки мы потом будем делать паузы раз ну я со стрелочкой сделать это не смогу вы с ручкой сможете здесь нажали и последняя черта тоже здесь вот как бы нажали но ведем вот по этой траектории буква сложная не всех она сразу получается но я вам желаю удачи в ее освоении как только буква завершена мы переходим к следующему знаку который в отличие от фу пишется достаточно просто он прост и по виду и по исполнению значит мы сверху вниз пишем вот как бы такой тупой угол но обратите внимание здесь остроты вверху нету поскольку у нас все знаки изначально писались кистью то таких острых углов сделать достаточно сложно ну и зрительно вы видите что первая часть черты короче чем вторая обращайте внимание как буква написана в четырех клетках и постарайтесь как бы вот эти ориентиры клеточные тоже зафиксировать при написании этих букв я думаю что буква х вам покажется достаточно простой поэтому переходим к написанию закреплению изученных букв на следующих словах фуне это корабль или молотка сайфу кошелек и хетана хетана это прилагательное у нас два вида прилагательных в японском языке одни заканчиваются на и а другие на на но в курсе японского языка вы узнаете об этом подробнее хетана означает неумелый проверим себя фуне сайфу хетана я думаю что у вас все получилось а если не получилось можно сделать эту тренировку еще раз и последний знак ряда на х это знак х ну наверное первый взгляд на этот знак вызовет некое недоумение потому что возникает ощущение что что-то такое мы уже видели да действительно если мы не напишем вот эту вот черту которая вторая у нас идет по очереди то у нас получится какая буква х получится у нас то есть различие между х и х только в одну черту соответственно можно сказать что ну на 90 процентов вы уже умеете ее писать нужно просто только закрепить что здесь важно и вас очень очень прошу сейчас обратить на это внимание важно то что вот эта черта вверх не протыкается то есть четвертая черта она пишется от нее не сверху а от и так буквы изучены давайте попытаемся закрепить их на конкретных словах я предлагаю написать следующие слова хощи хощи звезда хощи желанный мы видим опять у нас и на конце слова это прилагательное и хане крылья ставим на паузу и через несколько после того как написали проверяем вот что у нас должно было получиться хощи хощи хане и последний этап закрепления выученных букв этого урока и закрепления тех букв которых мы выучили в предыдущих уроках это мы попытаемся прочесть следующие слова ставим на паузу и пытаемся прочесть а потом проверим вместе со мной готовы фкаи хоне хасу хокору хата фуку надеюсь у вас все получилось спасибо за внимание следующий ряд ряд нама до встречи